ВЫСТРЕЛЫ 48-летний мужчина сегодня был убит на улице Челюскина. Покажем последствия аварии на проспекте Амирхан. Сказали, что подняли его. Ходил, разговаривал. Неуправляемая иномарка вылетела с дороги, перевернулась и развалилась на части, влетев в офисное здание. А также кредит доверия. Звонили какие-то странные люди, очень нахальным голосом. Жительница Казани отдала мошенникам 700 тысяч, взятых в кредит рублей. Это и не только прямо сейчас. Обида стала причиной убийства 48-летнего мужчины сегодня днем на улице Челюскина. Подозреваемый его 43-летний знакомый, которого оскорбило замечание товарища. Обида казалась смертельной. Он ударил мужчину несколько раз ножом в грудь. Предполагаемый убийца не стал скрываться. Ждал задержания у тела товарища, не выпуская из рук орудия преступления. Чего не поделили мужчины, знает офиса Менезова. Видел несколько раз. Он сегодня утром ходил в магазин вместе с этим же другом. Но без забора. Все, а сейчас я выхожу и вижу эту картину. Местные жители рассказывают. Не у погибшего, не у подозреваемого нет определенного места жительства. Ночевали они в подвалах. На жизнь зарабатывали как могли. Порой не совсем законно. Часто выпивали. В этот раз они нашли на улице металлическое ограждение. Решили сдать его в пункт приема металлолома. Но не донесли. Именно этот кусок забора и стал причиной трагедии. Потерпевший сказал своему приятелю, что тут неправильно его несет. И тогда злоумышленник набросился на него с ножом. Своего приятеля он ударил ножом несколько раз. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался еще до прибытия медиков. Погибшему было 48 лет. Его приятеля, 43-летнего подозреваемого, задержали на месте. Он даже не пытался бежать и не стремился спрятать орудие убийства. По данному факту в следственном отделе по авистроительному району города Казани возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Если его вина будет доказана, то место жительства на полном государственном обеспечении на ближайшие годы ему будет гарантировано. На вся меня звана, Илья Абдулин, вызов 112. Спустя 13 лет ответят за преступление. В Санкт-Петербурге задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. По данным следствия, именно он в апреле 2007 года в Раифе поругался со знакомым. Избил его металлическим прутом, а затем прыгал на груди. После этого подозреваемый, тогда ему было 18 лет, убежал к другу. Последний вызвал на место медиков, но несмотря на все усилия врачей, потерпевший скончался на следующий день. Было возбуждено уголовное дело, но молодой человек скрылся и находился в розыске 13 лет. Находясь в городе Санкт-Петербурге, подозреваемый совершил другое преступление и был привлечен к уголовной ответственности по статье 319 Уголовного кодекса РФ от оскорбления представителя власти. По отпечаткам пальцев сотрудники обнаружили, что он находится в розыске. После этого мужчина был этапирован в город Зеленодульск. Судом по ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражем. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пропавшего без вести 59-летнего жителя Ижевска обнаружили мертвым. Там он ушел с работы в столице Удмуртии 17 января и пропал. В последний раз мужчину видели в Менделеевске. Там и обнаружили его тело. По подозрению в убийстве задержали 28-летнего ранее неоднократно судимого, местного жителя. Убитые подозреваемые были знакомы. Как установили следователи, молодой человек в день трагедии пригласил своего товарища в гости, чтобы посмотреть его дачный участок. Там они планировали организовать бизнес. У них была идея разводить скот на продажу. Но проект сорвался, так и не стартовав. Со слов подозреваемого, когда они направились к садовому участку, потерпевший якобы накинулся на подозреваемого и несколько раз ударил его пакетом, в котором находились стеклянные бутылки. После этого злоумышленник прибежал на свой садовый участок и стал обороняться от потерпевшего. С этой целью он схватил топор и ударил им несколько раз по голове мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Он скинул тело потерпевшего в яму, накрыл резиновыми покрышками и поджег колеса. После этого покинул садовое общество и не появлялся там какое-то время. После этого скрывался у своих знакомых, родственников. Чудом остался жив. 38-летний водитель Митсубиси Лансер, который на большой скорости, съезжая с моста на улице Фатыха Мирхана в сторону улицы Миля, потерял контроль над своей машиной. Вместо того, чтобы объехать кольцо по дороге, он кольцевой перекресток проехал прямо по газону, несколько раз перевернулся, снес знак, забор и припаркованную газель. При этом отлетевшие части легковушки влетели в офисное здание, пробив стеклянный фасад. Определить марку автомобиля после аварии было сложно. Айрат Назипов о последствиях. Сказали, что подняли его, ходил, разговаривал. После аварии 38-летний водитель, искореженный на марке, находился в сознании. Прибывшие медики госпитализировали его в седьмую городскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение главного мозга и перелом двух позвонков. Больше в происшествии никто не пострадал. В салоне автомобиля мужчина находился один. Водитель Митсубиси спускался с улицы Фатыха Мирхана. На какой скорости он двигался, остается только догадываться. Но судя по тому, как далеко он доехал, можно предположить, что она была весьма высокой. Автомобиль на полном ходу вылетел с дороги, пересек газон, проезжую часть и, перевернувшись, снес сначала знак, потом пробил забор, а затем врезался припаркованный на территории офисного здания газель. После удара от легковушки отлетело переднее колесо, которое, пробив стекло, влетело внутрь дома. Авария произошла в 9 часов вечера. Работники офисов уже покинули свои рабочие места. В противном случае пострадавших могло быть гораздо больше. Какой материальный ущерб понесла компания, еще только предстоит почитать. А инспекторам выяснить состояние водителя и причины, почему он не справился с управлением. Иномарка же, скорее всего, отправится в утиль. Айрат Назип, Наиль Абдулин, Вызов 112. Родилась дочь, поэтому можно все. Так, вероятно, думал нетрезвый мужчина, решивший сесть за руль своего БМВ. На улице Ипподромной он протаранил припаркованную Ладу Икс Рей. От прохождения медосвидетельствования предполагаемый виновник аварии отказался. Но то, что он нетрезв, было видно невооруженным взглядом. Он то и дело пытался наброситься на автоинспекторов. Чтобы успокоить дебошира, правоохранителям пришлось надеть на него наручники. В 2017 году мужчина уже был лишен водительского удостоверения. За оставление места ДТП права он получил обратно буквально год назад. В ближайшее время ему вновь придется с ними распрощаться и заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Попытка заработать на фондовых рынках лишила 36-летнюю жительницу Казани почти 700 тысяч рублей. Причем деньги эти она взяла в кредит. И только отдав последнее, поняла, что стала жертвой мошенников. Рамиль Шайдолин о доверчивости. Как можно заработать, видимо, на курсе даже не доллара, а курсе золота. Наткнувшись на одном из интернет-сайтов на яркую рекламу легкого заработка, эта женщина решила возможности не упускать. Заполнила анкету и отправила ее на сайт. Через какое-то время стали идти звонки. Звонили какие-то странные люди, очень нахальным голосом, ну так, некрасиво разговаривали. Я их, в общем, жизнерадостно блокировала. Но отклоняла звонки она только до тех пор, пока ей не позвонил вежливый молодой человек с весьма приятным голосом. Она ему поверила быстро и выполнила все условия для получения дохода на фондовом рынке. Установила на компьютер и телефон программой, которой просил звонивший молодой человек. При этом она предоставила звонившему все пароли и предоставила удаленный доступ к своим гаджетам. Создала электронный кошелек, положила туда 15 тысяч рублей. После чего и началась так называемая игра на бирже. Но для этого женщине пришлось оформить кредитные карты в различных банках. Всего с 11 февраля по 12 марта она перечислила на указанные молодым человеком счета более 670 тысяч рублей. Далее, после якобы приобретенных акций крупных компаний, сделки были закрыты с отрицательным балансом. Чтобы вывести оставшиеся деньги с брокерских счетов, она открыла еще один и положила туда, как советовали звонившие, 26 тысяч рублей. И после этого удаленные специалисты перестали выходить с ней на связь. И только затем женщина обратилась в полицию. Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества, инвестор должен тщательно проверять информацию, а также избегать покупки стремительно дорожающих бумаг. Если данные о юридическом лице, регуляторе или руководителях брокерской организации на официальном сайте отсутствуют, то доверять свои денежные средства ей не стоит. По факту этого преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество подозреваемых разыскивает полиция». Рабиль Шайдулин, Иса Минязова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин